В автоинспекции особенно оживлённы в эти дни. Призывники сдают экзамены по правилам дорожного движения и демонстрируют навыки вождения. Всё это в рамках образовательной программы Министерства обороны по обучению будущих армейцев. Эти ребята – уже новоиспечённые военные водители транспортных средств категории С. На протяжении нескольких месяцев они обучались в технической школе ДСААФ. Министерство обороны даёт план Республики Татарстан, а Республика Татарстан распределяет уже, сколько человек нужно, допустим, на осенний призыв, на весенний призыв, и каждому сколько человек. Вот они здесь, определённое количество людей, они обучили. Вот первую партию сдавала вчера-позавчера, сейчас последняя партия. Вместе с призывниками из Чистополя в школе прошли обучение ребята из Мензелинского, Черемшанского, Алькеевского и Спасского районов. Для каждого из них это осознанный выбор. Решили поступить на военного водителя, чтобы знать и разбираться различной техники. Категория С, она всё равно очень необходимая и пригодится в жизни. Навыки нам пригодятся не только сейчас в армии, но и в дальнейшем, в будущем. Мы будем, так сказать, квалифицированы специалистами, которые смогут в любой ситуации починить машину, показать помощь другим людям. Я, можно сказать, сам сюда рвался, чтобы получить эту профессию. Давно очень мечтал, всегда мечтал за рулём сидеть. Министерство обороны выделяет определённую сумму на этого человека. Они же бесплатно обучаются, бесплатно питаются, живут бесплатно в жизни. Поэтому всё делается для того, чтобы были уже на гражданке люди подготовлены, меньше было. Год службы, понимаете, это очень мало. Поэтому вот приходится здесь заниматься ими. Контролирует ход экзамена инспектор Центрального военного округа, генерал-майор в отставке Анатолий Молостов. Перед теоретическим экзаменом он поддержал призывников, дал каждому советы и наставления. В армии сейчас, я скажу, неплохо. Это как в детском садике. Трёхразовое питание. Дневной сон. Раньше такого не было. Они не занимаются обхозяйственной работой. Они только боевые попытки. Так что, я думаю, ребята будут довольны, закончат, а потом посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин